В Апатитах в последний путь проводили солдаты Великой Отечественной войны Прокофьева Александра Прокофьевича. Он погиб в боях под Оржевом в 1942 году. Останки красноармейца предали земле со всеми почестями. Проститься с Александром Прокофьевичем пришли его внуки и правнуки, представители муниципалитета, горожане. Вечный покой, подожж Господи, преснопамятному войну Александру. Прокофьев Александр Прокофьевич погиб в боях под Оржевом 5 августа 1942 года. 29 апреля московский поисковый отряд «Победа» нашел останки солдата в братской могиле в деревне Копытиха. Проститься с дедом пришли внуки и правнуки. Я очень хочу, чтобы еще и еще и еще больше нашли таких людей, и чтобы люди плакали от счастья. Я сейчас даже не знаю, то ли у меня это праздник, то ли у меня еще что-то. Но я скажу, что отец пришел к своей дочери. Вот здесь недалеко похоронена моя мама. Поисковики связались с внучкой Александра Прокофьева Ниной Нестеровой. Она проживает в Апатитах, и родственники решили предать останки своего деда с северной земли. Он вернулся домой. Он уже отлежал там 80 лет. Ну что ж такое, если его нашли. Домой надо. И я настолько была рада, потому что мой дед открывает эту аллею. Он настоящий. Он настоящий воин. Поисковики также передали родственникам, найденные вместе с останками, личные вещи бойца. 20 копеек на обратную дорогу. Вот он вернулся к нам домой. 20 копеек 1938 года. А это вот, полючая проволока. Передачу останков и организацию похорон взяла на себя администрация города Апатиты. Этим событием в городе символично открыли аллею памяти. Сейчас под Оржевом установлен монумент. Монумент тем, кто погиб в этой грандиозной битве. Эта битва сейчас приравнена к битве за Москву, битве за Сталинград. И в городе Апатиты будет находиться красноармеец, который защищал нашу жизнь. Напомним, в Ржевских лесах, в ожесточенных сражениях погибли, были ранены или пропали без вести более миллиона солдат Красной Армии.